В нашу редакцию обратился сыктывкарец Александр Кононов. Он искренне рад, что рядом с его частным домом на улице Земляной появилась водоотводная траншея. А вот что омрачило радость Александра, давайте узнаем из его видеообращения. Итак, вот что после себя оставила администрация. Аккуратно проходим, везде грязь, глина, ничего за собой не убрали, вода в траншее стоит. Проходим дальше. Аккуратно. Вот, дорога обваливается вся, все летит обратно в траншею, закупоривает ее, вода проходит плохо. Трубу сюда мне не захотели класть, поэтому... Вот это были ступеньки у меня, все было облагорожено, сделано. Тут грязь, вот мосточки, вот тут траншея вырыта, вода стоит, не уходит. Идем на другую сторону траншеи, проходим, проходим, вода вся здесь. А тут вода не идет, потому что труба положена неправильно, без нужного уклона. Спасибо нашей администрации. Если вы полагаете, что лицом, осуществляющим земляные работы, был причинен вред вашим имущественным интересам, внешний вид вашего земельного участка был испорчен, ваше недвижимое имущество потеряло свои потребительские свойства, либо эксплуатационные характеристики, вы вправе, руководствуясь статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, решить вопрос о возмещении причиненного вам вреда через суд. Для этого вам необходимо доказать факт наступления вреда, его размер, противоправность поведения причинителя вреда, а также причинно-следственную связь между действием причинителя вреда и нанесенным вредом. Причем, учитывая, что земляные работы производятся по большей части механизированным способом, то есть с применением спецтехники, которая относится к источникам повышенной опасности, то на основании статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации вина причинителя вреда не является обязательным условием наступления ответственности. То есть, если вред вашему земельному участку был причинен случайно, либо в соответствии с какими-то планами проведения земляных работ, это не освобождает исполнителя земляных работ от ответственности за причиненный ущерб. В сложившейся ситуации я рекомендую вам обратиться в администрацию с письменным требованием устранить последствия земляных работ, а также компенсировать причиненный вам вред. В том случае, если вы не придете к взаимоприемлемому соглашению, рекомендую вам обратиться в суд.